МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». И в гостях у нас сегодня культовый кинорежиссер. Телезрители знают его лицо. Почему? Потому что это Карен Шахназаров. Здравствуйте! Вы к Владимиру Соловьеву ходите в эфир как на работу? Несколько раз не оплачивается. Но, видимо, помогает как-то. Нет? Мне интересно. Мужчины любят поговорить о политике, я не исключение. А тем более, когда ты это не на кухне делаешь, а в аудитории, на огромную аудиторию. Я так понимаю, что все-таки в вашем цехе, я про кино говорю, не все разделяют ваши политические взгляды. Я думаю, не только в кино не все разделяют мои политические взгляды. Но, собственно, это не есть моя сверхзадача, чтобы все разделяли мои политические взгляды. Я высказываю то, что я считаю нужным. Ну, по каким-то вопросам вы поссорились с кем-либо? Внешне, мне кажется, нет. Не знаю, может, внутренне кто-то там. Но я должен сказать, в мире кино вообще отношения очень терпимые всегда были. Это у нас внутри кино какая-то все-таки особая атмосфера есть. И я не припомню случаи вообще, чтобы какие-то политические взгляды или какие-то... Они как-то влияли на взаимоотношения внутри сообщества. Может быть, потому что все очень связаны друг с другом. Сегодня ты с ним... Завтра ты с ним можешь работать. Знаете, кино же какое-то. Сегодня работаешь, потом расстались, потом опять работаешь. Поэтому нет. Внешне мне не доводилось встречать. Вы как-то говорили, что в Америке ваши коллеги, люди, которые работают в кино, они в большей степени патриоты, чем у нас, потому что там население более патриотичное, чем население Российской Федерации. Нет, я думаю, это не вполне точно. Я не припомню, что я там говорил. В связи с этим. Я думаю, что я скорее... Я, кстати, не думаю, что американское население более патриотично, чем российское. Даже более того, в Америке очень много людей, которые терпеть не могут Америку. Но они никогда не... Это другое дело, что... Они не скажут, что это в эфире никогда. Это другое дело, что там гораздо более жесткие правила в отношении, как говорится, публичности. Если ты что-то такое позволишь себе говорить, то с тобой очень могут произойти какие-то неприятности. Ну, не физически, но во всяком случае у тебя могут быть какие-то последствия. У нас, кстати, в этом смысле гораздо более, я считаю, свободная страна. Но говорят, какие-то есть тенденции в сторону ужесточения. У нас? Да. Ну, я не вижу таких... В моей сфере я не вижу никаких таких тенденций, чтобы кто-то что-то говорил. И вообще, кстати, есть... Я понимаю, часто слышу, я выступаю, вы там говорите то-то, то-то. Я мне... За все время, что я выступал на телевидении, в каких-то политических программах... Кстати, не только у Соловьева, я во многих выступал. Ни разу не было случая, чтобы мне кто-то сказал, вы знаете, вот, вы, пожалуйста, говорите вот в этом направлении. Или говорите в этом направлении. Я вспомню, что год назад, да и сейчас, я весьма активно критиковал Александра Григорьевича Лукашенко, который считается близким союзником, и общая тенденция была его поддерживать. Но я, так сказать, говорил то, что я думаю по этому поводу, мне слова никто не говорил. А, кстати, в Белоруссии кино есть? Ну, нет, по-моему, нет. Фактически нет. Фактически есть только российское кино. На пространстве, которое осталось... Как, а Украина? Украина много снимает? Ну, я не вижу, что они... Может, они сериалы снимают, я не знаю. Но кино, по-моему, там практически не снимают с кино. То есть, 2-3 картины, это не в счет. В августе этого года 30... Скорее, извините, Евгений, скорее есть среднеазиатское кино, казахское. У казахов снимают, у казахов как бы... Вот казахи сохранили все-таки киноиндустрию, и у них есть фильмы, есть хорошие фильмы. А, в общем-то, близкая вам Армения? Армен фильм был же, по-моему, в Советском Союзе. Она близкая чисто в мифологии, в корнях, потому что я никогда не жил в Армении, никогда не... Ну, фамилия Карабахская. Карабахская, но Карабах это все-таки... И мой отец был родом из Баку, кстати, как многие карабахцы. Но, насколько я понимаю, нет, в Армении тоже нету кино такого. То, что можно говорить о кино, когда делается там 10, 15, 20 картин. Ну, когда одна-две картины, это не кино. В этом году 30 лет как не стало Советского Союза. Что за эти 30 лет в индустрии изменилось? Что появилось хорошего, что хорошее мы утратили? Ну, она совершенно, конечно, изменилась в индустрии. В глобальном масштабе, не только у нас. Она просто стала совсем другая индустрия. В ней как бы осталось, правда, как ни странно, государственное финансирование. Да. Между прочим, в Советском Союзе, это было гораздо в советском кино, гораздо хитрее устроено. Все думают, что в советском кино было вот так вот, вот тебе дают деньги. В советском кино студии брали кредиты. Конечно, им разориться не дали, но если кредит не отдавался, то были большие проблемы у руководства студии. И премии лишали. Как раз это не было прямым финансированием? Нет, это было не прямым финансированием. То есть, тогда же все производство, и в том числе... Сейчас стало кино... Сейчас деньги получает продюсер. А тогда деньги получала студия. И студия разрабатывала проект, сценарий, принимала. Если Госкино принимало его, студия могла брать кредит в банке уже. Она брала уже кредит. И она его вообще-то должна была вернуть. Она его могла вернуть, когда заканчивалась картина, как бы Госкино в лице государства, в лице Госкино выкупало эту картину. А вот если Госкино... Поэтому, если там, допустим, картина была положена на полку, вот это были большие проблемы у студии. А картины клали время от времени на полку. И, кстати, некоторые считают, что по политическим причинам. Но было довольно... Ну, были картины, может быть, не так много, но были. Много достаточно картин, которых клали на полку по художественным причинам. То есть низкое качество? Низкое качество, да. Такое тоже было. Поэтому советская система совсем не так была нелепо устроена, как сегодня, так сказать, живописуют. Но цензура была при этом достаточно жесткая. Цензура была. Но цензура, кстати, была в основном уже на уровне Госкино. Прежде всего. Да, она была, конечно. Ну, строго говоря, цензура, она... Я думаю, что она везде есть. И всегда есть. А что, на телевидении нет цензуры у нас? Вот в кино нет, а на телевидении есть. Нет, в кино, впрочем, многие слова, которые в кино произносятся. Не, ну и понятно, что на телевидении, конечно, присутствуют. Есть вещи, которые нельзя говорить. Просто все об этом знают и не говорят. Поэтому в кино, кстати, в общем, такого нет. Но в целом, конечно, изменилось очень сильно, потому что все равно она стала более... Более все-таки более рыночная стала. Ну, например, киностудия «Мосфильм», которой я руковожу уже 20 лет, не получает ни копейки от государства уже 30 лет. Вообще ни копейки. Некоторые все время там, что, дескать, вот я выступаю на политических шоу, чтобы мне и государство деньги давало. Государство «Мосфильму» денег не дает. Более того, «Мосфильм» платит налоги. Причем достаточно серьезные. И при этом все, что мы сделали, всю модернизацию, фактически заново построили студию за счет тех средств, которые сами зарабатывали. Вот этого невозможно было сделать в Советском Союзе, конечно. И в этом, кстати, для меня есть положительные моменты, потому что, с одной стороны, конечно, ты полностью зависящешь от себя, но, с другой стороны, ты можешь... Я могу сказать, что вот мы студию, учитывая еще новые объекты, которые мы сейчас строим, но мы студию фактически построили сегодня. В этом есть драйв, адреналин. Да, вы утверждаете, что «Мосфильм» не хуже, а может быть даже лучше многих американских голливудских студий. Почему кино тогда хуже у нас? Это разные вещи. Я не могу отвечать за все кино. Я считаю, что все-таки кино должно быть гораздо более... Вот в нынешней системе в нем должен быть элемент рынка, как говорится, гораздо более серьезный. Сегодня я как раз считаю, что государство должно поддерживать кино, но все-таки такая индустрия в большой степени должна, конечно, работать и... То есть искать инвестиции и в этом смысле, конечно, зависеть от рынка. Потому что я сторонник советской системы, я в ней вырос, я советский вообще режиссер. Я... Может, таких, как я, осталось-то, там, человек 10. И она мне меня вполне устраивала. Но я понимаю, в нее уже сейчас не вернешься. Поэтому уже надо тогда эту систему, как-то ее надо дорабатывать. Мне кажется, что вот... Современный российский кинематограф все-таки нуждается как раз в большем как раз присутствии, как ни странно, рынка. Может быть, в силу того, что я сам руковожу студией, которая не получает вообще никаких дотаций и существует. И, в общем, может быть, поэтому мне кажется, что это важно. Многие, особенно люди, находящиеся в оппозиции, говорят, что мы как раз можем вернуться не про кино, а в смысле устройства. В какую-то модель Советского Союза, что возможна интеграция бывших республик. Вы считаете, что под этим что-то есть? Мне кажется, нет пока. На данном этапе... Я думаю, что это возможно в какой-то... В дальнейшем, в какой-то новой форме. Но, мне кажется, в ту уже форму, которая была как Советский Союз, это маловероятно уже. Хорошо. Если вот брать какой... И это даже, мне кажется, и не надо. И прежде всего не надо, кстати, для российского народа и, так сказать, для России. Хотя какой-то элемент такой вот интеграции, какого-то очень близкого, какая форма будет, она, мне кажется, должна будет прийти. Если брать в целом, как вот есть такое выражение, средняя температура по больнице, за эти 30 лет российское кино стало качественней или, напротив, про села? Трудный вопрос, тем более я уже в том возрасте, когда, знаете, когда в молодости и музыка была лучше, и все было хорошо. Я повторяю, я, несмотря на то, что я считаю, я нашел свое место в современном, как говорится, мире, постсоветском. Но, конечно, я испытываю и любовь, и симпатию к тому кино, в котором я вырос, к советскому. Поэтому я, может, не объективен. Но, мне кажется, в советском кино, конечно, все-таки была какая-то своя идея. Вот что-то такое, что вот отличало. Вот в современном российском кино этого нет. А в современном американском это есть? Есть. Там есть идея? Какая там идея? Ну, понимаете, я не знаю, я не хочу тут философствовать. Просто я вам могу сказать, что в американское кино, тебе не обязательно титры смотреть, но ты всегда поймешь, что это американское кино. Вот любое, хорошее, плохое, но в нем есть стиль. Вот что такое искусство вообще? Это вообще наличие стиля. Вот есть стиль, что-то своеобразное, то, что отличает от всего другого. Вот это, на мой взгляд, есть уже признак чего-то такого, что называется или близко к искусству. Насколько кино искусством называть, не знаю. Но, тем не менее. И в советском кино было такое. Вот советское кино посмотришь, любое. В советском кино масса было плохих картин. Очень много. Вообще большинство картин во всем мире всегда плохие. Но я имею в виду не это. Я имею в виду, что советское кино плохая, хорошая картина, вот ты всегда понимаешь, «О, это советское кино». И, как ни странно, это до сих пор работает. Вот у нас коллекция советского кино, масс-вильмовского, и до сих пор мы продаем его во всем мире. Это идет просто на ура. Но в нем есть что-то такое, вот ни на что не похожее. Знаете как? И в американском кино есть то же самое. Вот в российском кино, мне кажется, нет. Я не могу сказать. Вот российское кино, оно все время пытается на кого-то быть похожим. То на американское, то на французское, то еще на какое-то. Ну вот я не могу сказать, что вот что вот, вот это вот титры отрезал, вот это российское кино. Вот такого нет. То есть не найден стиль. Другой вопрос, что может быть время еще мало прошло, потому что с другой стороны, хотя уже 30 лет, это не так мало. Это жизнь. Но это, на мой взгляд, это говорит, что какой-то внутренней идеи нет. Вот в советском кино это внутренняя идея, как ее там можно, вот по стране коммунизма. Плохая идея, хорошо. Ужасная идея, хорошо. Но это идея. Вот какая была идея, которая привела к тем переменам, которые произошли в современной России. Мы хотим больше колбасы, да? Или что? Мы хотим ездить в Турцию отдыхать. Ну, они хорошие идеи, да? Честно говоря, они не стимулируют создание искусства. Понимаете? В этом, мне кажется, разница. Как вы относитесь к тенденции снимать кино, которое называют патриотическим? Ну, Т-34, Зоя, много фильмов вышло. Я, честно говоря, не знаю такого жанра, который, вы говорите, мне странно это слушать, патриотически. Этого нет жанра. Ну, есть мелодрама, есть комедия, есть драма, есть трагедия. Эти жанры есть. Жанры патриотического, ни кино, ни литературы, на мой взгляд, этого нет. Хорошо. Поэтому я понимаю смысл вашего вопроса. Мне кажется, что именно введение этого жанра как раз на вопрос патриотизма хуже всего работает. Потому что, строго говоря, должно быть качественное кино, хороший, качественный фильм, типа фильма Гайдай, на мой взгляд, очень патриотично. Не потому, что в них там ездят танки, и, как говорится, там, кто-то стреляет, а потому, что просто эти фильмы, на которых, например, в 90-е годы, я помню, когда не было вообще кино нашего. Вообще не было. Надо сказать, мои дети воспитывались на этом. Они единственное, что смотрели вот это кино. Они хотя бы слышали кино на русском языке. Понимаете? Значит, это кино, по своей сути, на мой взгляд, патриотично. Поэтому, так сказать, «Война и мир» Толстого, там же нельзя его назвать, роман, патриотическим, правильно? Но ведь он весь пропитан любовью к родине. Абсолютно. В нем это присутствует. Но это эпос. Поэтому, мне кажется, когда у нас превращают патриотизм в некую такую часть официоза и в некую такую, как говорится, и кто-то на этом начинает еще вроде как получать какие-то дивиденды под это дело, то мне кажется, это путь как раз в обратную сторону от патриотизма. Патриотизм чувство святое. Это как любовь к родителям. Да, но это все то же самое, ты же не ходишь, не говоришь, я люблю маму, папу. Зачем? То же самое, либо это присутствует, любовь к родине, к своим корням, либо отсутствует. Ну, если присутствует, ты все равно будешь наполнять любую свою картину, любое произведение, это будет чувствоваться. Хорошо, то вы можете тогда назвать примеры отечественной кинопродукции, которая вам понравилась за последние годы? Вот то, что вы считаете было сделано достойно? Не, ну, я могу, конечно, были картины хорошие, просто так ловите на этом, сейчас надо... Я могу сказать последнее, что я, кстати, вот буквально неделю назад случайно увидел фильм Паши Лунгина «Царь» на каком-то канале. Я его видел на премьере, и он, как это говорится, на жаргоне не очень въехал в него. Вот сейчас случайно щелкнул, увидел и должен, втянулся, и думает, что это очень хорошая картина. А Мамонов там просто великолепно сыграл. Вот просто великолепно. Так что, видите, вот я вспомнил картину, просто которую уже видел, и которую когда оценил, но не вполне. Вот сейчас вот оценил. Ну, такие картины, безусловно, есть. Картины очень достойные, так сказать, которые... Жена Мамонова, кстати, не так давно писала обращение к властям по поводу того, что ее мужу не дают звания. Как вы вообще относитесь к званиям заслуженных, народных, к этому институту? Я положительно отношусь. Я этой тенденцией была, и мой покойный друг Станислав Сергеевич Говорухин, он категорически звания отвергал и так без звания и ушел. Но это разные взгляды есть, но я почему не потому, что я сам там народный и прочее, прочее. Просто у нас как-то это прижилось. Да, это часть вот нашей стала, если хотите, мифологии. Ну, я не вижу необходимости отказываться от этого, просто, потому что основной мотив, ну, знаете, а вот у них там, вот в Америке нет звания. Да, у них нет звания, а у нас есть звания, что? Кстати, они по большому счету материально ничего не приносят, там нету никаких, то сказать, я узнал недавно, что пенсия в два раза больше у наших москве, москве, это потому что москва, все актрисы наши живут в Москве, москва действительно стала доплачивать, спасибо, как говорится, москве, руководство, я считаю, что это заслужено вполне, но в целом это ничего не, и это, кстати, всего 3-4 года назад случилось, вообще, это никаких дивидендов, и в советское время это ничего не приносило, но это почетно, это в этом есть какое-то отношение к тебе, обществу, но если у нас это стало как-то частью вот нашего, как говорится, сознания, я считаю, зачем выкидывать-то, мы много так выкидывали, теперь вот думаем, как что вернуть обратно. А что-нибудь получится вернуть обратно? Что-нибудь? Я думаю, что если поставить, я думаю, то, что полезно, надо возвращать обратно, я, например, например, образование, я считаю, советское образование школьное было, экстракласс. То есть вы противник ЕГЭ, я так понимаю, противник ЕГЭ, я противник ЕГЭ, я много раз об этом говорил, я считаю, что это совершенно неверная система, и, так сказать, и мы это, я это, к сожалению, вижу по общению с молодыми, а я много с молодыми общаюсь, уровень всего хуже, хуже и хуже. Не потому, что молодые, глупые, а потому, что они ничего не знают. И это говорит об образовании в первую очередь. Хорошо, вот разрушение образования, медицины, это просто следствие некомпетентности чиновников, или это то, что там в сталинском дискурсе называлось вредительством? Ну, я не думаю, что это так, вредительство, хотя, вполне возможно, что там и был элемент вредительства. Я думаю, что это результат, в 91-м году в России произошла, я ее называю, контрреволюция. По отношению к 17-м году. Тут главное слово революция. То есть, это все равно событие очень большое. Ну, у нас сменилась собственность. Понимаете, в результате у нас сменился стройный главный признак вообще революции. Она, конечно, слава богу, не сопровождалась, хотя и крови было немало пролит, но все-таки не было гражданской войны масштабной такого. Ну, на периферии было. такого масштаба не было. Ну, это там другое, там еще Первая мировая война была, то есть, все это. Но все равно это потрясение огромное. И, конечно, в такие периоды любая революция, она прежде всего выбрасывает все прошлое. Отсюда антисоветизм. То есть, основной смысл нашей контрреволюции это выбросить все советское. Так же, как революция 17-го года выбрасывала все, все, что было до нее. так же, как французская революция великая, которая даже отменила, если помните, название месяцев. Тормедор, Брюмер, все, везде все то же самое происходит. Поэтому, мне кажется, вот это, это какой-то объективный процесс, но, как правило, после этого, заметьте, всегда после этого начинает потихонечку как бы откат и возврат к предыдущим. это было и в советское время, в 30-е годы, когда начали возвращать историю, начинают, елку вернули там, празднование, и у нас, мне кажется, такой процесс тоже постепенно происходит. Но он неизбежный, но в этот, в этот момент очень много чего теряется, очень много теряется. Карен, мы финишируем следующим образом, у нас есть золотая рыбка, зовут этого карася, дядя Володя, и мы просим гостя, чтобы он пожелание какое-нибудь высказал во волшебной рыбке и она его исполнила. Ну, пожелание. Я вот что пожелаю. Я заканчиваю сейчас картину новую. Ух, мы о самом главном не поговорили. я там выступаю как автор сценария вместе с своим товарищем Алексеем Бузиной как главный продюсер. Про картину хоть пару слов-то, да? Ну, вот я так понял, могу как раз сказать. Называется она Владивосток. И снималась вся во Владивостоке. Это картина современная, современные молодые герои, кстати, вот происходит буквально в наше время. Но к чему я говорю? К тому, что есть такая примета у нас еще советских времен, когда картина делается, сейчас мы занимаемся звуком уже, то про нее нельзя ничего ни желать, ни там успехов, ничего нельзя. Но в силу того, что вот она снималась во Владивостоке вся, и мне этот город очень нравится, и должен сказать, что в общем прекрасно там прошли съемки, во многом благодаря и владивостокцам, и руководству. Мне вот хотелось бы, чтобы золотая рыбка Владивостоку как-то пожелаю, да, как-то благополучия, здоровья, успехов, город совершенно потрясающий, я, кстати, всем, кто не был в Владивостоке, я вам, это, это необыкновенный город, необыкновенно романтичный, красивый стал город, и с очень вообще доброжелательным и чудесным населением, и с прекрасным рыбой, естественно, естественно, всякими там крабами, всякие эти, поэтому вот золотая рыбка Владивостоку побольше удачи и успехов. Все, что вы пожелали Владивостоку, я желаю вам и огромное вам спасибо за беседу. Спасибо, спасибо, Женя.